В мире, Земля Е-137, искусственный интеллект и технологии достигли новых высот. Приводя к медицинским достижениям, ранее неовообразимым, киберские люди шепчут мечты о бессмертии. Но несмотря на утопические достижения, правда показывает огромное неравенство в уровне жизни, в котором общество разделено на богатых и бедных. Порядок человечества находится на грани краха. Люди не могут терпеть страдания, когда жертва противоречивого мира предпочитает сопротивляться. Поэтому они ищут помощи в космосе, в маргинальной области, не тронутой воображением. Те, кто не боится неизвестного, они путешествуют во времени и пространстве. Они верят, что общественный порядок можно восстановить, потому что человеческая природа не может быть изменена. Наконец-то вы здесь! Начинайте проект «Город пепла». Всем привет, с вами я, Мастер 64, и боже мой, как же давно я не произносил эту фразу. И с первой минуты этого видео вы, наверное, ничего не поняли, но это обзор на игру Contra Deturns. И да, если на этом видосе наберется хотя бы 15 лайков, то я запишу видос по старой доброй Contra с приставки Dendy. Этот видос, наверное, я пробовал записывать раза 5-4 где-то, потому что я всегда начинал, доходил до середины где-то, и потом такое бросал, потому что понимал, что у меня что-то не выходит. Итак, начнём по порядку. Данная видеоигра была выпущена 25 июля 2021 года для платформ Android и iOS. Это игра совместная работа компаний Tencent и Konami. Для пользователя Apple минимальное требование это iOS 9.0, а для пользователя Android это Android 4.4 и хотя бы Qualcomm Snapdragon 430. Ладно, давайте перейдём к самой игре. Начнём с самого игрового процесса и управления. В самом начале вам даётся персонаж под именем Bill Riser. Если вы играли в самую первую версию Contra, то вы, конечно же, знаете, кто это такой. Управление происходит с помощью наэкранных кнопок. И примерно вот таким вот образом всё это дело выглядит. Управление в этой игре самое обыкновенное. С помощью стика у нас движение, отдельная кнопка отвечает за прыжок, двойное нажатие на эту кнопку получается двойной прыжок. Основная кнопка стрельбы. Кнопка чуть-чуть улучшенного выстрела, который имеет свой ступень залежаться. А также какая-то ракетная установка, которую можно использовать только один раз за бой. Это самый начальный уровень, ничего сложного на нём нет. А это самый первый босс. С ним никаких проблем не возникает, вы его спокойно убиваете и идёте на следующий уровень. Чисто как положено, победа этой звезды. Так, переходим к прокачке оружия. Но в чём же суть прокачки оружия? Сейчас разберёмся. Так как с каждым уровнем враги становятся всё сильнее, вам приходится повышать уровень мощи. Чтобы прокачивать оружие, вам нужны материалы, которые можно получить, проходя различные уровни. Но чтобы не проходить миллион раз один и тот же уровень, здесь предусмотрена система рейдов. Эта система рейдов тратит энергию, которая нужна для того, чтобы проходить уровень. В зависимости от того, сколько вы хотите зарейдить данный уровень, столько и потратится у вас энергии. А также с помощью накопленных деталей данного оружия, вы сможете повышать его класс. После повышения класса, вам открывается доступ к различным модификациям. Далее переходим к персонажам. Как я вам говорил, на старте у вас открывается один персонаж. Но по мере прокачивания и по мере того, сколько вы вливаете сюда денег, вам будут открываться новые персонажи. Также в этой игре у персонажей существуют скиллы. Уровень скиллов зависит от того, какой у вас уровень аккаунта. Например, у меня 35 уровень, а чтобы прокачать скилл, мне нужен уровень 36. Также, как и у оружия, у персонажа можно повышать класс. Также в этой игре есть типичный Тенцентовский магазин с бесплатными кейсами и донатными персонажами и скинами. Ну и на этом первая часть этого видео подошла к концу. Если вы хотите поскорее увидеть следующую часть, в которой я буду рассказывать про дополнительные режимы, то давайте наберём на этом видосе 20 лайков, и я непременно начну записывать этот видос. Одинный респект всем челикам, которые были на премьере этого видео. Вы лучшие ребята. Всем удачи, всем счастливо, пока.